сейчас я собираюсь приготовить деликатес уха из лопуха и это видео я думаю как нельзя кстати потому что сейчас на улице осень деревья покрылись разноцветными красками и на речке ловится щука щука и некоторые другие рыбы то есть очень хорошо и легко их поймать поэтому давайте перейдем к рецепту и вначале первое что нужно сделать это выкопать корень лопуха лучше выбирать лопухи молоденькие у которого еще нет центрального стержня корни молодые но они будут помягче поэтому выбираем такие вот лопухи да очень много придется выкопать таких лопухов но это того стоит если где-то на речке есть возможность поймать рыбу есть возможность развести костер но нету корнеплодов можно использовать лопухи они помогут насыщить насытиться то есть когда нету картофеля когда мы находимся где-нибудь далеке от цивилизации а лопухи растут везде найти их очень просто где бы мы не были практически везде они будут конечно же это муторно на самом деле и это не для повседневной такая уха но выживальщикам я думаю которые могут оказаться в сложной ситуации может пригодиться так выглядят не почищенные корни лопуха и надо почистить его потому что шкурка это твердая то есть если просто порезать его мы просто жевать невозможно будет вот такие еще молоденькие корни ну может как-то и проживешь но лучше почистить потому что под низом находится уже корнеплод корень который помягче иногда бывает у очень старых лопухов вот которые я говорил нежелательно потому что они твердые корявые но еще и в том что мы можем вот выкопать гигантский клуб клубень большой а внутри он может быть изъедем его тоже любят жучки разные кушать молоденький жив я вот очень редко встречаю что кто-то там его кушают до молоденького видимо не так часто добираются а вот старенький любят на вкус он не будет напоминать конечно же картофель это совсем даже не то что вкус даже вот мы его отварим да для для того чтобы избавиться от эмулина то есть от этой сладости чтобы ухом уха было не сладко на вкус корень лопуха вот у меня сейчас уже очищенный корень напоминает больше таблетки которые заменяют сахар кто пробовал до пить сахар заменительным таких заменительным сахара вот как раз вот похожий вкус чем-то чем-то на вот этот вот бульончик отвар вернее правильно сказать отвар из корней лопуха поэтому да если мы не делаем не компоты не кисели из корней лопуха а именно уху то в таком случае этот твор который первым вот мы отварим корни мы его сольем если кто-то вот чисто вот собирается на природе где нету картошки сделать уху оказались на рыбалке на несколько дней до а собой вы не взяли картофель например на всякое бывает именно может что то сломалось там да не получается уехать да есть надо готовить ну то можно сделать и так вот приготовить такую уху ухо вот столько получилось корней так теперь теперь я нарежу хочу сказать что чем отличается вообще уха от рыбного супа рыбный суп мы делаем дома уху же делаем на костре вот этот свой запах костра он и придает особый вкус запах ухе ну кроме рыбы конечно да так а еще также также а зажарка поджарка да в рыбном супе делается зажаркой поджарка например скажем лука в ухе же нет уху просто кидаем луковицу ну или если кому-то или кто-то режет лук да кто-то просто кидают луковицу тут отваривать лук в отличие от рыбного супа да теперь ставим на костер после того как прокипит все хорошо прокипятится этот отвар сладенький сливаем или можно выпить его кто как хочет кто-то может сделать из него что-то вкусненькое как я говорил кисель можно например делать и далее повторно заливаем уже водой и уже здесь варим полностью уху да совсем ну то есть как обычно варится уха классическая я тут прошел все смотрю опята вылезли сейчас дожди прошли осенний опенок ну понятно его мы не будем добавлять поэтому потому что это получится уже грибной суп с лопухом да мы делаем уху из лопуха пока варится корни лопуха лопуха я нарежу зелень у меня петрушка и укроп будет зелень обычно ранее я помню с детства все это мы брали с собой зелень соль картошку лук брали это на речку на и шли с удочками ловили рыбу и там уже готовили уху это было просто незабываемое время всегда так вспоминаешь об этом особенно с ночевками когда оставались а так я луковицу буду резать то есть я ее просто почищу я не буду ее резать потому что у меня супруга она просто не любит лук именно сам вот этот лук то обычно его я или или мэри мелко мелко нарезаем очень мелко чтобы можно сказать него был только один запах и любить него делаем в данном случае я просто сделаю что вот почистил возьму такую луковицу и идет отбросу отвариваться потом уберу чтобы запах а так конечно же если у кого-то нет проблем с луком да или нравится да лук вареный потому что это же уха это же не жарится а именно варится то в таком случае можно спокойненько нарезать его как вам нравится крупная мелко и так далее далее картошку чищу картошечку это свежая картошечка только что выкопанная недавно может кто-то уже видел видео да я выкопал картофель несколько видео снял теперь нарезаю обычно да когда находишься на природе то все делаешь на руке хотя сейчас не на природе но не совсем на природе у себя в ограде нахожусь на улице то есть я не на речке на нахожусь сейчас данных круче но тем не менее это привычка хорошая те кто часто делают что-то на природе такой мужской способ нарезки в руке несколько частей не дорезаем до конца картошка держит клубе я обычно также картошку когда жарю нарезаю мелко-мелко-мелко накрашиваю так а потом просто вот она держится то чтобы тут не дорезая а а потом вот так раз сейчас это делаю медленно обычно я побыстрее режу сейчас льет дождь полил дождик пасмурно поэтому скорее всего мне придется перебраться в дом до снять уже вдоль хотелось конечно показать как это все на костре делается но придется перебраться видимо пока дождь не закончится но если закончится то конечно будет хорошо увидит это вот и костра конечно рыбку я делаю буду использовать форель но не совсем форель форель уже съел осталось только одна голова вот туда из головы форели ну тут конечно же первым кто пришел почуешь запах рыбки это барсик до барсик варселонка наш отвар лопуха уже кипит минут 15 сейчас уже видно что и уже не так сильно кипит цвет отвара такой немного зеленоватый цвета чуть-чуть есть такой зеленоватый коричневый только желтенький такой светлый светлый такой зеленый зелено-желтый теперь я уберу можно сливать отвар и убирать корни можно вот так вот убрать этот домашний кусочек условиях имею ввиду или же через что-то через что-то слить оставив обычным способом немножко оставляем место да что-то закрываем если есть крышка такую щель и сливаем наклоняем и сливаем таким образом поставив небольшую щель вода сливается через эти щели а корни остаются так я нахожусь дома данный отвар я буду использовать и сейчас у нас баня для того чтобы помыть голову волосы вот этим отваром а из корней лопуха я буду делать уху продолжаем теперь уже делаем все как обычно как для обычной классической ухи теперь когда сварились корни лопуха я кладу рыбу у меня это голова форели картошку укладываю луковицу здесь у меня остается только одна зелень зелень мы оставляем зелень будет в самом конце а все остальное картошку рыбу лук все это можно сразу отваривать если варим полностью рыбу с головою то по глазам будет видно когда она сварится грубо и глаза побелеют будет очень хорошо видно и заметно варится на очень быстро рыба картошка тоже поэтому это не займет много времени соль 2 чайные ложки 1 столовая и ставим на огонь варится по рыбьим глазам мы увидим когда сварилась рыба ну и попробовав картошку заметим да что сварилась даже сварилась картофель подожжен салис рыбка сварилась а да если посмотреть по белому крючку я еще добавил одну луковицу чтобы было еще вкуснее когда попробовал оказалось что не хватает поэтому добавил укроп я уже закинул теперь петрушечки свеженький ну все готово теперь можно наливать аромат вообще шикарный запах запах ухи несмотря на то что мне не удалось приготовить уху на природе из-за того что пошел дождь пришлось все это нести сюда в дом перебираться уха получилась очень вкусная вот такая здоровская уха получилась из у меня до из форели хотя моя самая любимая ухо этой щуки у нас тут час такой жор пошел щуки просто закидываешь и вытаскиваешь надо будет как-нибудь на рыбалочку съездить в этом году еще не был в прошлом году бывал часто и у меня просто гигантская щука сорвалась прям прям монстр настоящий я в общем получается у меня удочка как бы мощная японская там выдерживать почти сотню килограмм купил не знаю зачем такую мощную удочку и леска здесь 10 килограмм выдерживает ну и когда кинул блесну она у меня захватила цепилась а вот я даже не ожидал потом когда начал натягивать и увидел что это за монстр такой а сачка у меня собой не было и друг пока говорит часа тебе подплыву подожди нет не вытягивай часа с очком подплыву он на лодке как раз был у меня не было с очка у него в лодке там и и он не плывая глупил в общем и подумал ну прямо надо еще оттянуть адреналину в общем этот весь но иначе вы тянуть и думаю думаю думал крутая удочка леска 10 килограмм выдерживает но щуков то было мощное и когда я натягивал помаленечку да это щука в один момент взяла так и моя лесочка в 10 килограмм порвалась как ниточка вот так вот так что мой монстр плавает где-то там в речке вот если конечно никто другой вы не поймал этого монстра и кстати у нас еще здесь царь рыба в царе бы имеют для речек речная плане таймей не имеют таймей не тоже гигантский у нас здесь ловит водится но не ловится чем видимо больше рыба старше тем она умнее он обычно вот вечером на закате мы ночевали когда останавливались и слышим такой где-то на середине реки такой удар как будто человек с обрыва в воду прыгнул настолько гигантский 10 таймей ну не ловится так что рыбку нас есть здесь хорошенькая надо только ловить и так что но вам рыбакам конечно желаю хорошего улова хорошей рыбалочки на чтобы только закидывать вот как мы так у нас закидываешь пару одну за одной щук таскаешь туда-сюда их только успеваешь вот также я желаю вам хорошего улова рыбалки и также приготовить вкусную уху чтобы накормить своих домашних чтобы приятное сделать а пишите комментарии может интересный случай что-то еще интересно вы заметили знаете с удовольствием прочитаю ну а вам желаю всего хорошего до скорой встречи